здравствуйте мои дорогие ну что ж вот снова темнеет но первый день рабочий удался я иду домой и слушаю книгу автора стендаль книга 19 века роман красные и черные эту литературу любил послушать даже пушкин это сказал бы я почти невозможные вещи почитать но малая была бы награда аббату шелану за 56 лет его апостольских трудов если бы он не мог располагать одной единственной стипендии в семинарии вслед за этим аббат пирар приказал жильену не вступать ни в какое тайное общество или братство без его согласия даю вам слово воскликнул жильен сердечной искренности честного человека ректор семинарии в первый раз улыбнулся это выражение неуместно здесь сказал он оно слишком напоминает о суетной чести мирян который так часто ведет и к заблуждению они редко и к преступлениям вы обязаны мне безусловным послушанием во исполнении параграфа семнадцатого буллы у нам экклезиам святого пии пятого я ваше духовное начальство в доме этом дорогой мой сын слышать значит повиноваться булла у нам экклезиам среди булл изданных папой пием пятым ее нет это очевидно вымысел стендалем примечание редакции сколько у вас при себе денег ну вот и доехали подумал жильен из-за этого я и превратился в дорогого сына 35 франков отец мой записывайте тщательно на что вы будете тратить вам придется давать мне отчет в этом этот мучительный разговор тянулся три часа затем пирар позвал приватника отведите жульена с ореля в келью номер 103 сказал ему аббат пирар он предоставил жульену отдельное помещение такое отличие было великой милости отнесите его вещи добавил он жульен опустил глаза и увидал что его баул лежит прямо перед ним он глядел на него три часа подряд и не узнавал они пришли в келью номер 103 это была крохотная комнатка 8 квадратных футов в верхнем этаже здания жульен заметил что окно и и выходят на крепостной вал а за ним виднеется прелестная равнина по ту сторону реки ду какой чудесный вид воскликнул жульен но хотя он обращался к самому себе он плохо понимал что означают эти слова столько сильных ощущений зато короткое время что он провел без ансони совершенно обессилели его он сел у окна на единственный деревянный стул который был в келье и тотчас же уснул крепким сном он не слыхал как позвонили к ужину как позвонил колокол к вечерней молитве о нем забыли первые лучи солнца разбудили его рано утром он проснулся и увидал что рот людской или о том чего не достает богачу я один на белом свете никому до меня нет дела все кто на моих глазах добивается успеха отличаются бесстыдством и жестокосердием а во мне этого совсем нет они ненавидят меня за мою уступчивую доброту ах и такое в жизни тоже бывает когда человек чрезмерно уступчив его ненавидят вот я уже почти не дома осталось лишь донести то дерьмо которое скопилось и живется наружу но это же все-таки общественное место может я все-таки лучше дойду до дома до своего собственного туалета счастья вам удачи любви успеха встретимся в следующих роликах ой 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 что делать я не знаю до скорой встречи